Всем привет! Хочу признаться, я Николай Боруцкий, живу в Чехии более двух лет и за это время взял высокий уровень чешского языка. В то время как другие, которые проживают здесь намного больше, например 10 лет, до сих пор топчутся на уровне чайников. В чем же секрет? В этом видео я хочу рассказать о своем методе, который оказался очень эффективным. Первое. Не делайте ошибок, не заучивайте чешский язык. Без учителя и без родного носителя чешского языка это плохо. Переучиваться потом просто еще сложнее, чем учиться сначала. Второе. Многие думают, что русский и украинские языки очень похожи на чешский, но это не совсем так. Конечно, есть схожие слова, но в большинстве случаев в чешском языке ударение идет на первый слог и во время аудирования неподготовленный человек просто даже не поймет, о чем идет речь. Советую вам начните лучше с понимания. Не каждый из нас имеет много времени на самообучение или на походы на языковые курсы. Многие из нас имеют детей, работу, бытовуху. Среди этих всех обязанностей тяжело найти окно для изучения чешского языка. А даже если находится такое время, то вряд ли удается его посвятить в спокойствии или, например, не думать о других вещах. Не стоит сильно напрягать мозг. Обучение идет лучше, если вы в расслабленном состоянии. Информация поступает в непринужденной обстановке. Очень хороший, простой и интересный способ — это просмотр чешских сказок. Да-да, именно просмотр чешских сказок. Например, вы можете это делать со своими детьми или совместить просмотр совместно с готовкой на кухне. Сказки были сняты для правильного восприятия и, в первую очередь, для детской аудитории. То есть слова используются там простые, литературные и правильно проговариваемые. Сейчас дам список сказок, которые я рекомендую для просмотра. Принцезна землейна. Принцесса с мельницей. Три орешки про попелку. Три орешки для золушки. Златовласка. Ну тут без перевода понятно. Спекла штести. Из пекла счастья ракосничек. Ну это имя Водянова. Ну и, конечно же, Мразик. Более известный для русскоязычной аудитории как Морозка. Лично мне это очень помогло. Особенно, когда я приехал первый раз еще по трехмесячной рабочей визе. Работали очень много. Минимум по 12 часов в день. Даже в воскресенье выходили. В общежитие возвращались обессиленные. То есть, о каком вообще обучении может быть речь? Во время уборки, готовки, стирки и даже перед сном я смотрел чешские сказки, фильмы. Это действительно мне помогло. Проверено. Идем далее. Третий совет. Не учитесь чешскому языку о тех, кто его реально не знает. Таких учителей очень много. Хотя, когда дело касается их, то эти объяснения перед чехами начинаются жестами. И больше это похоже на игру крокодил, кто знает. Есть даже такие советчики, которые уверены, что они знают чешский. Что даже умудряются спорить с родными носителями чешского языка. Чего только стоит услышать. Еду в Хомутов. Этот город называется Хомутов. Или я еду в Бырно. Хотя это Бырно. Или в одном из моих видео подняли очень большой спор. Некоторые считают, что пив-бар правильно называть Господа. Вы чего? Какая же она Господа, когда это Господа? Кто уже пребывает здесь в Чехии, постарайтесь общаться максимально с чехами. Работая, проживая и продолжая общаться с отечественниками, чешскому не научишься. Проводите с родными носителями чешского языка досуг, в походы ходите, даже на пиво ходите совместно. В большинстве случаев, когда наши соотечественники пытаются изъясняться на чешском языке, то чехи то ли понимают, то ли не понимают, но уверенно махают головой. И тот, в свою очередь, считает, что он уже по-чешски специалист самый главный. Важно, дайте своему чешскому окружению понять, чтобы вас исправляли, если вы говорите неправильно, как сделал я. Поначалу меня это очень часто задевало, особенно когда чуть ли не каждое слово меня исправляли. Но я знал этому цену и терпеливо продолжал учиться. Последние полгода меня редко исправляют. Нет, это не говорит о том, что я уже в совершенстве знаю чешский язык. Совершенству, ну, нету предела. Я продолжаю его учить. Мне есть еще куда расти. Это означает только то, что я закрепил средний уровень и уже готов сдавать экзамен на чешское гражданство. Хотя он у меня через два с половиной года минимум. Четвертый совет. Курсы чешского языка. Хотите вы этого, не хотите, но вам придется их посетить. Грамматика чешского языка очень тяжелая. Самостоятельно его не разберешь. И даже правильно прочитать слово, это может составить такую сложность, потому что есть слова, которые читаются не так, как пишутся. В больших городах Чехии есть интеграционные центры, в которых есть бесплатные курсы чешского языка от родных носителей, что очень важно. Если в вашем городе нет этих курсов, то воспользуйтесь платными. Это за полгода курс стоит 4000 крон. Два дня в неделю по два академических часа. Для меня это было очень важно, так как в своей работе я пишу инструкции действий. И это важно делать грамматически правильно. А самое важное, это правильно изъясняться, потому что даже маленькая ошибка в понимании может кого-то лишить премии. Пятый совет. Мы с супругой полностью перешли на чешский язык. Мы смотрим только чешские фильмы. Мы читаем чешские книги. Мы смотрим только чешские новости. Мы не гуглим, а сезнамем. В последнее время наша библиотека пополняется исключительно чешской литературой. В редких случаях английской и русской. Вот мой любимый Гарри Поттер. Могу даже прочитать. Ну, давай сядь отсюда. Ниако у хвили на то одешел Гарри, сам заешатний, Аби свой нимбус 2000 однесел спадки до складиштя коштят. Не поматывал все, Жеби сегди в животе припадал щастнейший. Тентократ оправду удел нецо, Начь могл быт гердый. Никто уж не могл твердить, Же сейен гоноси славным именем. Вечерний вздух, Му еште нигде не вонял так сладце. В конце видео по заявкам моих самых активных подписчиков Хотелось бы привести в пример чешскую скороговорку. Одну из них я написал. Так, видно. Здесь, как видите, ни одной гласной буквы, Только согласной. Вот и читаем Что в переводе Засунь палец сквозь шею. Ну и еще одна скороговорка, Моя любимая. Триста тридцать три стриберных стрикачек стрикалы Прес триста тридцать три стриберных стрех. Дякую. А как проходит ваше обучение? Мне очень интересно. Если вам есть какой совет добавить, То прошу напишите это в комментариях. По моим наблюдениям, В число моих подписчиков Входят и родные носители чешского языка. И их число продолжает расти. Спасибо им огромное за активность И за советы по многим вопросам. В моем проекте есть выпуск видео На чешском языке с русскими субтитрами. Это дань уважения чешскому населению, Среди которого живу комфортно я. В следующем видео я дам анонсы На предстоящие воскресные стримы С конкретными темами, Где рад буду видеть всех вас. Ставьте лайки, Комментируйте, Подписывайтесь, Если вы еще этого не сделали. И станьте частью семьи на этом канале. Спасибо, друзья, за поддержку. Спасибо за активность. Именно это зарождает во мне Энтузиазм по созданию новых видеопроектов. Ну а мы будем прощаться. Всегда ваш авантюрист Николай. Пока-пока, друзья.